приветствую всех на своем канале как я рада снова видеть вас снова выходить в этом формате первые минуты такие немножечко волнительные до после возвращения не знаю почему вот но это только первые минуты хочу сразу поблагодарить всех кто принял участие в голосовании по моему если я не ошибаюсь там было 188 голосов но может быть к этому времени когда я записываю расклад уже достигнет и 200 это был для меня рекорд то есть даже для постов не было столько просмотров вот хочу поблагодарить вас всех за поддержку за все это время до что вы оставались со мной что вы смотрели формат карты руки первое время он был для меня не комфортен безусловно с точки зрения удобств до формат карт где показываю карты и руки он удобен да почему потому что ну как-то не важно да как ты одет и неважно как это выглядишь главное показывать картой вот в таком формате которая проголосовала 73 процента за что я вам благодарна это чуточку сложнее потому что надо по-другому мне ставить камеру надо следить за своим внешним видом и еще много много разных деталей то есть сам процесс он усложняется на самом деле но другой стороны это меня подстегивает почему потому что работа из дома она всегда как-то расслабляет до человека и нужно себя держать в тонусе а вот и за что я вам конечно же и благодарна за то что проголосовали вот из своей точки зрения у меня нету мне мне и так и так в принципе и комфортно и есть есть так и скажем так есть свои неудобства есть свои какие-то нюансы но не важно еще раз хочу поблагодарить теперь уже вот так да за то что вы меня поддержали за то что вы остаетесь со мной за то что вы смотрите мои расклады безусловно хочу поблагодарить всех кто приобретал мои курсы рождественской распродажи мне это было очень очень приятно за ваши доната безусловно за спонсорство за супер спасибо за все что вы делаете для меня мне это очень приятно и на самом деле это важно почему потому что когда приятно торологу ну мне так кажется моя точка зрения да то появляется больше желание отдавать когда ты отдаешь но не видишь отдачи да когда ты не видишь обратной связи то нужно иметь очень высокую мотивацию для того чтобы продолжать делать да когда допустим в тебя не верят а либо тебя не поддерживают но это конечно же не в моем случае у меня поддерживаете мне это очень очень приятно сегодня мы с вами сделаем расклад тему я взяла из одной песни который слышала недавно мне очень понравились эти строки что же стало со мной и душою моей за последнее время вот и мне почему-то захотелось сделать этот расклад позиции вы видите перед собой голубой красный зеленый камешек 1 2 3 оппозиция вот ну давайте приступим давайте приступим и так отодвигаю эти камешки в сторонку позиция номер один голубенький камешек единички смотрим вас что же за последнее время стало с вами и вашей душой семерка кубков а если бы вы и сами понимали что стало да как-то вот вы и стали не знаю больше фантазировать что ли больше мечтать воображать хочется сказать стали если мы говорим о переменах до разрешать себе как-то вот мечтать потому что ранее как будто бы этот навык был приостановлен либо вы им не воспользовались вот а сейчас сейчас как-то вы стоите на выборе да здесь ощущение того что нету четкого понимания что я вообще хочу причем здесь знаете не в моменте здесь и сейчас а как-то идет на перспективу как будто бы вы задумываетесь о своем будущем но здесь как-то за делом в момент здесь и сейчас нету четкого видения да вот каких-то открытых горизонтов как будто бы пропало какое-то желание о чем-то здесь всем не знаю что-то хотеть почему потому что вот вроде бы приходят какие-то мысли до о том что вот хотелось бы вот так а потом сразу приходит еще одна мысль которая как будто бы перекрывает и говорит ну как то а зачем она да зачем тебе это то есть в чем ценность этого как будто бы она сразу обесценивается то есть если бы например были по первой позиции здесь люди молодые ну так скажем в возрасте около там двадцати двадцати двух лет то вот это вот ощущение дал молодежи перспективы да что есть какое-то будущее есть время я все еще успею я все сделаю вот и появляются какие-то мечты вот я буду там не знаю богатым либо буду там путешествовать да то здесь возникает такое ощущение что как будто бы изначально вы что-то хотите там к примеру хочу свое жилье а потом сидишь и думаешь ну и зачем оно нужно ну то есть покупать там если особенно брать в ипотеку там столько лет выплачивать очень много денег отдавать ограничивать то есть вот вы как будто бы что-то загораетесь чем-то а потом через какое-то время должны через какое-то время сразу появляется какое-то здесь не сомнение а какая-то противоположная мысль которая говорит о том что они это вроде бы не нужно но при этом есть ощущение того что вот вы что-то хотите и а знаете вот как бывает зов у человека который его ведет вот здесь вот ощущение того что вот то что я хочу она есть глубоко внутри вас но вы как будто бы не можете это нащупать то есть причем так удивительно вы это чувствуете но это похоже на то что вы не можете облачить это в вербальную какую-то систему то есть знаете иногда бывают такие переживания такие состояния когда я вроде бы чувствую но если вас спросить а что ты чувствуешь в этот момент то сложно сказать вот то ли это большой спектр то ли видимо не было такого опыта ранее и поэтому невозможно подобрать правильные слова то ли четко ясно вы еще это не ощущаете и поэтому тоже нету не можете дать какого-то определение этому и вот здесь вот ощущение того что что-то глубоко внутри вас есть такое сейчас что вы хотите это как будто бы знаете какое-то такое родное что ли что-то такое близкое и вы вот этого состояние и вы его знаете там как будто бы вот если вы его встретите то вы его распознаете сразу скажете это она но до тех пор пока вы это не видите либо вы это не проживаете вы еще с этим не встретились вам сложно сказать что это конкретно но четко здесь идет ощущение чего-то такого знакомого не знаю может быть когда-то ранее вот прям в юности может быть встречали это как знаете бывает вот домашние запахи да когда ребенок растет в семье и на празднике мама например что-то вкусное готовит либо на выходные что такое вкусное готовит и вот в памяти запечатлился этот запах и когда случайно я не знаю проходите мимо кондитерской либо в гости кому-то приходите и вот вы встречаете это запах и вот у вас автоматизма автоматически идет вот это вот воспоминание что ой что-то такое чем-то таким родным повеяло вот здесь примерно то же самое с вашей душой стало то что вы как будто бы в своей голове перебираете то что вы хотите но не можете нащупать но еще расскажу однозначно знаете что хотите вот как-то если бы это можно было обозначить какими-то цветами да вот здесь прям что-то такое белое что-то очень яркое светлое прям граничивающие граничивающие с ярко-желтым вот здесь какие-то такие цвета очень яркие яркие то есть много-много света в том что хочет ваша душа но видимо здесь это пока на тонком плане и на материальные она еще не проявилась вот это вот ваше состояние либо желание поэтому очень сложно определить что же вы хотите что еще стало с вашей душой ну вот двойка мечей тоже мне про это говорит о том что знаете появилась какое-то я не могу сказать что здесь вот прям почему-то идет ассоциация старости именно со зрелостью но это скорее всего формальности какие-то предубеждения до которые бытует в массах но вот ощущение того что здесь действительно появилась какой-то знаете желание вот чтобы на душе было хорошо уже не хочется не знаю каких-то переживаний уже не хочется каких-то волнений то есть здесь как будто бы душа ищет какого-то успокоения а вот были периоды да вот в прошлых веках когда люди уходили на некоторое время например монастырь для чего для того чтобы вот словить вот эту хочется сказать внутреннюю тишину и разобраться в себе вот здесь вам не нужно разбираться в себе но здесь вот прям необходимо вот это вот какое-то умиротворение вот ваша душа хочет умиротворения но это не означает что вы не хотите физической активности да что вот как-то проявлять себя в социуме здесь так интересно вот вы хотите как будто бы чтобы внутри вас был мир и покой а вовне во внешнем мире чтобы вот были вот эти вот эмоции яркие улыбки радости я не знаю сюрпризы то есть жизнь чтобы в реальности она шла так как она идет но при этом чтобы она как будто бы не затрагивала ваше внутреннее равновесие и ваш баланс здесь такое чувство что вот я хочу оставаться в каком-то спокойствие то есть невзирая на то что происходит вовне может быть сложные какие-то ситуации уже бы даже конфликтные но при этом чтобы вы находились вот именно вот в этом состоянии какого-то умиротворения что у вас ничего не касалось знаете какое-то такое вот ощущение счастливого будды до который смотрит на мир и улыбается да не знаю то есть вовне может быть дождь и ураган а вот внутри вас солнечно и как-то вот очень приятная погода вот здесь какие-то такие энергии у меня идут что еще здесь стало с вашей душой какие перемены ну вот тройка кубков кто же мне говорит про то же самое появилось во первых ваше желание при том чтобы быть вот в этом состоянии внутреннего умиротворения и некой гармонии вовне чтобы появилось желание какого-то общения да то есть вот больше как-то общаться с людьми не ну общение оно должно быть такое легкое да то есть здесь общение с людьми возможно с единомышленниками это вот когда на праздниках знаете встречаются люди просто разговаривать нету каких-то серьезных тем да допустим там философских либо тем затрагивающих проблемы финансовой стороны там не знаю политической религиозной нет просто когда встречается хорошие друзья и начинает не знаю может быть ностальгировать о чем-то вспоминать либо просто обмениваться информации вот у вас сейчас появилось такое желание найти людей с которым вам было так же хорошо здесь не в плане какого-то там духовного роста либо еще что-то как-то вот обогащать себя знаниями нет здесь общение оно должно быть вот как-то на легке не знаю может быть куда-то сходить что-то посмотреть знаете как бывает так люди собираются компашка давай пойдем куда не знаю в кино до либо в студенческие годы либо давай куда-то сходим вот что-то здесь такое легкое с одной стороны присутствует а с другой стороны это то что хочет ваша душа ваша душа хочет как раз таки вот этой легкости хочет какого-то другого подхода к жизни хочет проще как-то чтобы не было каких-то заморочек чтобы не было перегрузов чтобы не было вот какой-то серьезности здесь вот прям этого праздника очень-очень хочется потому что этот праздник эта легкость она как будто бы помогут вам выйти из более тяжелых энергий здесь такое чувство что как будто бы вот ранее я говорила да где-то по моему летом чтобы присутствует какая-то активность в вашей жизни а здесь как будто бы воды замерзли да то есть эмоции ваши замерзли в вашем состоянии стало как-то вот грустно ну тяжело причем я не могу сказать что здесь какие-то проблемы вас отягощает а здесь скорее всего это ваше внутреннее состояние оно какое-то такое грузное вот тут тяжелое поэтому хочется легкости хочется вам изменить вашей душе ваше мировоззрение то есть как-то вот проще чуть-чуть относиться ко всему не знаю может быть не обращать внимание да может быть быть сфокусирован как раз таки на свое внутреннее вот это вот чувстве умиротворения и как будто вот в это вот ваше внутреннее пространство света никого не впускать но при этом коммуницировать с людьми то есть здесь не то чтобы вы выстраиваете какие-то защиты а здесь как будто бы нужно научиться быть в спокойствии в самом центре циклона к примеру да вот что-то такое то есть вокруг все там как-то кричат суетятся паникует а вы сидите в своем спокойствии то есть в понимании того что зачем совершать лишние тела движения лучше подумать как выйти за этой ситуации то есть вот здесь как-то немножечко меняется подход вашей жизни ну и а что хочет душа спрошу последний вопрос что хочет ваша душа но вы как разки аркан умеренности нам и говорит что вы хотите найти какой-то баланс между тонким планом да и физическим проявлением то есть вот между тем что находится внутри вас то что я говорил да вот это вот спокойствие и очень яркой активности во внешнем мире то есть какое-то успокоение гармония внутри до пассивность некая и активность во внешнем мире и здесь знаете как-то если попроще сказать хочется из себя не растерять да вот свои какие-то ценности свои какие-то убеждения по поводу морали и поведения и с другой стороны не выделяться как-то из общей массы то есть вроде бы и с людьми общаться да и при этом себя не терять потому что здесь есть такое ощущение что вот это вот ваша внутренняя частота она уводит вас от социума здесь у вас есть какая-то потребность именно в коммуникации в общении вы понимаете что при любом общении коммуникации вам после этого становится не очень хорошо вот как будто бы вот это вот ложка дегтя до в вашем меди и здесь вот вы ваша душа ищет этот способ на данный момент как можно покрыть эту потребность то есть и себя не растеряйте в то же время и с людьми общаться то есть никого там не учить но и как-то выстраивать границы таким образом да чтобы люди считались с вами считались с вашими моралями и нравственными какими-то моментами ну вашего поведения то есть вот этого вот хочет ваша душа какой-то вот такой гармонии так это была первая позиция так и сюда вторая позиция красненький камешек двоечки смотрим вас что стало с вами вашей душой туз кубков это что тут упала а аркан упал ладно рыцарь кубков потом подниму а сейчас секундочку здесь не совсем понятная ситуация объясню почему потому что она говорит о вашем желании совершить какой-то прорыв но какой конкретно порыв прорыв не не совсем понятно по причине того что выпадают у скупков и арка мира фанта то есть говорящий о том что есть какая-то ваша картинка мира да ваше убеждение ваш взгляд и возможно какая-то ваша истина личная которая связана как раз таки с эмоциональным фоном да то есть которая связана с какими-то очень глубокими переживаниями да может быть это касаться любви это может касаться я не знаю каких-то ваших очень глубинных состояний и вот в этом почему-то вам хочется сделать прорыв и мне не совсем понятно то ли вы хотите уйти от этого понимание того не знаю например как вы увидите любовь либо как вы видите что такое эмоции до когда они должны проявляться здесь есть некое такое убеждение от которого вы хотите уйти но здесь не побег а здесь как будто бы вот необходимо совершить прорыв вот именно в ваших каких-то убеждениях чего касаются эти убеждения туз мечей принятие какого-то решения по поводу тройки мечей да как разки по поводу того как вы сильно переживаете как а не знаю здесь тревожить сюда здесь какие-то болезненные неприятные переживания и скорее всего ваша душа здесь требует того чтобы вы вышли из этого состояния да вот болезненности не может быть здесь ну чувствительность чрезмерная да какая-то ранимость то есть то что приводит вас к слезам и гореванию и здесь ощущение того что как будто бы к вам пришел какой-то инсайт вы словили либо какое-то понимание того что приводит вас именно вот к этой тройке мечей да к этим слезам к этой к этой горести здесь желание того что вот я больше так не хочу не в плане того что я хочу как-то вот поступать по-другому а здесь вы не то чтобы вы отказываетесь от эмоциональности потому что это ваша природа вы не можете отказаться от эмоций а а здесь как будто бы вот желание не знаю как-то по-другому по-другому реагировать либо возможно к вам пришло понимание того что возможно ранее вы видели любовь как-то ну неправильно не даже неправильное слово не то что неправильно ну не совсем реалистично да хочется сказать может где-то в чем-то приукрашивали и вот это вот вот эти вот ожидания от людей каких-то поступков либо ожидания того как все будет происходить вот это вот все она как будто бы вас очень сильно ранило и здесь вы пришли к чуткому такому осознанию вот что-то здесь для себя прояснили вы как будто бы нашли причину что послужило тому что приводило вас вот к этой боли до к этим переживаниям и приняли решение что надо как-то сделать по-другому и вот этот вот прорыв он как раз таки с этим и связан не знаю вот здесь как-то право про убеждение речь идет до что вот были какие-то убеждения ну к примеру того что там я не знаю в паре мужчина должен проявляться первым да либо неправильно когда девушка женщина там звонит первое да либо там приглашает на свидание ну вот какие-то такие убеждения когда вы поняли что вот и из-за этих установок у вас как будто бы что-то не складывается да и это вызывает у вас какие-то эмоции очень болезненные негативные вот вы это увидели вот то что вы увидели у каждого этого будет свое да здесь пришло как раз таки вот это понимание что это нужно изменить в этом нужно совершить прорыв а к чему хочет ваша душа совершить прорыв вот как раз таки к императрицы да и аркан силы на дне знаете быть человеком вот в некоторой степени да здесь я как будто бы хочу быть если особенно я смотрю женщина это касается женщины я хочу быть какой-то такой знаете очень яркой не вызывающая вот яркой личностью заметной женщиной но при этом вот которые знаете в какой-то степени ко всему относится не то чтобы снисходительно как-то вот пофигистично да то есть она как будто бы не не реагирует на на эмоции других людей вот как-то человек который ставит себя на первое место и вы здесь идет сравнение того кем вы были ранее это вот как будто бы на две-три ступеньки ниже да то есть человек который хочет услужить человек который там я не знаю заботится о других человек который бы думает больше о других чем о себе и вот у вас какой-то момент пришло вот это вот осознание того что вот так вот как я думала это приводило меня к тому что допустим мной пользовались да и это очень сильно ранит это очень сильно обесценивает вот вы увидели эти моменты и для себя как-то сделали выводы того что я так не хочу и поэтому я буду поступать вот как раз таки как императрица человек уверенный человек который будет ставить себя на первое место не будет достигать свои желания вот больше думать о себе о каких-то более земных моментов нежели о чем-то таком возвышенном может быть в каких-то ситуациях буду казаться немножечко глупенькой да вот но при этом вот тогда мне будет лучше да то есть здесь вот ощущение того что ранее как-то вот вы распыляли свою энергию а сейчас вы ее как-то вот целенаправленно фокусируйте на том что вам будет необходимо для достижения ваших каких-то целей по императрице здесь еще приходит уверенность да то есть императрица это тот человек который несет гармонию в мир но делает он на это очень уверенно возможно кому-то это даже покажется что чрезмерно уверен то есть это хозяйка своей жизни которая умеет выстраивать границы и обозначивать эти границы для других людей то есть это не значит что вот она уходит в крайность там кому-то хамить да но поставить человека на место и отстоять свою позицию она это может и вот здесь вот у вас как раз и вот этот вот инсайт был о том что когда я чрезмерно открыт чрезмерно добр к другим людям это очень сильно ранит меня и я больше так не хочу и поэтому я выстраиваю для себя вот такую вот позицию императрицы и буду ей следовать вот душа ваша хочет чтобы вы пришли именно к этой позиции аркана императрицы на древо жизни он стоит между двух сфер сфер от которые одна из которых отвечает за активность до за ян а другая за пассивный за и и вот этот вот путь он как раз таки говорит о том что соединяются dois ты vehicle противоположности твоя противоположности но ус других стран с другой стороны они идеальны и это вот как два партнера могут казаться что они абсолютно ними не подходит туда там не знаю мужчина примерно очень высокий женщина очень низкая но с другой стороны они идеальные именно друг для друга вот в своем вот это его своей противоречивости они идеально сливаются соединяются вот императрица как раз и говорит об этом что вам нужно стремиться к тому чтобы соединить в себе именно вот эти две противоположные если и когда вам будет казаться что они не соединяем и так как они заряжены противоположными энергиями до плюс и минус вот как раз таки умение соединить то что их не соединяется этой будет приводить и давать гармонию то есть дает этот баланс вот и это как раз о чем это о том что в вашей жизни было очень много пассивности по отношению к другому миру сейчас вам не нужно идти в противоположность вот чрезмерная активность да то есть не надо путать а нужно вот в себе найти вот этот вот вот эту гармонию да по императриц любовь к жизни вообще вот это вот состояние любви которая есть у вас но только так чтобы она не уходила это любовь минус и не уходила в плюс а была какой-то в каком-то балансе но опять-таки не в пассивности вот вам нужно нащупать эту эту середину до где вы одновременно можете быть активны в своей пассивности там ну например когда человек находится в некой такой медитации все равно он в медитации что-то делает на то есть действие все равно присутствует то есть активность присутствует то есть внутренняя какая-то активность при внешней пассивности либо наоборот внешняя пассивность при внутренней активности да то есть вот здесь вам нужно найти какой-то вот баланс про это что еще хочет ваша душа шут орган шута она хочет идти как-то к своей к своей какой-то цели но идти именно своим путем чтобы это было легко чтобы это было интересно чтобы это было непосредственно чтобы это было непредсказуемо то есть с одной стороны вот какая-то вот потоковаясь должна быть с другой стороны умение управлять этой потоковостью то есть не просто довериться и быть в пассивности авто как раз и управлять вот то что я и говорила по императрицы здесь душа хочет какого-то обновления да и обновление вот именно в сторону императрицы что я и сказала ранее так вот такой был у меня расклад для двоечек так императрицу поставим а мы с вами переходим к позиции номер три зелененькому камешку троечки смотрим что уже стало с вами вашей душой на данный момент даже не на данный момент а за последнее время да как вы изменились что же стало с вами и вашей душой королева кубков последнее время я все больше замечаю что те кто выбирает третью позицию люди очень изменились ушли от огненности и стала присутствовать больше и не то чтобы эмоциональности но вот вы стали как-то более мягкими людьми ваша душа хочет чтобы вы дальше двигались по своему пути не спеша не торопились очень важно чтобы вы не переживали чтобы не было здесь вот волнение до чтобы вы не сотрясали как-то свое пространство на пути достижения того чего вы хотите возможно здесь путь не совсем такой быстрый до по времени как вам хотелось бы все идет развивается достаточно медленно но вот вам как будто бы не надо здесь переживать вот вы своими переживаниями волнениями сами себе как будто бы мешаете на этом пути о чем вы тревожитесь но вот двойка педакли говорит о какой-то суете до либо когда вам нужно что-то выбрать знаете иногда бывают такие моменты когда как-то вот внешняя ситуация показывает о том что надо совершить выбор но просто необходимо до совершить этот выбор а внутри что-то говорит что нужно находиться в какой-то пассивности ну не время сейчас выбирать и вот здесь вот идет какое-то противоречие да то есть а как же мне бы да то есть внешняя ситуация требует принятия какого-то решения но внутри мне что-то говорит о том что ну не надо этого делать да то есть вот хочется как-то довериться моменту то есть когда мы что-то не выбираем это тоже есть выбор то есть я выбираю ничего не делать ну то есть ничего не выбирать до никаких моментов вот здесь вы переживаете когда надо выбрать а почему вас переживание волнения на этот счет потому что знаете вы начинаете активничать вот как раз ки здесь вопрос времени ваша душа говорит о том что вот вам нужно научиться понимать время вам нужно научиться понимать ритмы для этого возможно нужно понаблюдать за собой то есть ваша жизнь она соткана из каких-то ритмов да то есть это не только времена года до когда сменяется это ритм день и ночь это ритм луны лунного календаря но есть ваше личное то есть если вы посмотрите вот ваши ритмы например каждый год в какой-то период до что-то у вас происходит либо там не знаю каждые пять лет либо каждые семь лет каждые десять у всех они у нас свои эти ритмы и здесь вот ощущение того что по аркану умеренности что не происходит вещи с такой скоростью с которой вы хотели бы если бы вы хотели не знаю вам сделано предложение да и говорят что вот ты хочешь прийти на эту работу вам работа очень нравится и вы хотите вам говорят надо подождать в месяц и вот вы как раз таки находите в этом состоянии что блин вроде бы работа хорошая еда уже сказал но вот этот месяц ждать это слишком утомительно либо я не знаю достижение вашей какой-то цели она очень близко на вам говорят надо подождать две-три недели а вы хотите уже сейчас и вот это вот вас как-то выбивает из колеи и вы ищите какие-то выходы принять решение принять решение для того чтобы осуществить желаемое намного больше быстрее чем вы ну допустим предположено по времени задумано да то есть вам нужно подождать а вы хотите не три недели а хотя бы за неделю и вот это вот вот когда вы не умеете ждать и здесь не хватает терпение и ваша душа говорит о том что возможно вам нужно научиться быть терпеливым не терпеть а именно быть терпеливым а в плане изучения вот именно законов связаны со временем нужно понять что какие-то процессы должны осуществиться до того прежде чем вы получите то что вы хотите то есть я не знаю элементарный какой-то вот пример который мне идет например хотите встретить человека до своей жизни а он на данный момент допустим находится в браке вот здесь вот предположим что по судьбе вам выйти за этого человека замуж а для того чтобы вы встретились да и он на тот момент был свободным он до этого должен развестись но люди же не просто так разводится да тоже тоже не в жизни должны произойти какие-то процессы до что-то должно пойти не так когда они примут решение расстаться и вот на это нужно время а вы хотите как будто бы я не знаю ну если мне это человек по судьбе я его сейчас получу но сейчас не получится потому что в его жизни тоже должно что-то произойти на для того чтобы он официально развелся чтобы прийти к вам на встречу уже свободным чтобы создать с вами брак вот такой примерно пример хотя ситуации в жизни множество жизнь вообще не какая-то непредсказуемая в этом плане вот и здесь вам коротки про это говорят что вам иногда не хватает терпения и вам нужно понять что какие-то процессы должны произойти в первую очередь эти процессы должны произойти внутри вас потому что аркан умеренности он говорит о внутренних очень медленных процессах но они происходят но дело в том что поскольку внешний мир он является отражением внутреннего вот вам как раз таки вот эти медленные внутренние процессы которые происходят в вас они отображаются вовне как будто бы ничего не происходит то есть все течет как-то так размеренно и это может вас раздражать но нужно нужно время нужно набраться терпения и продолжать просто делать то что вы делаете не знаю придумать себе какой-нибудь девиз да какой-нибудь то есть допустим ну как мы часто говорим все что не делается все к лучшему да если надо подождать значит это к лучшему значит это к добру то есть если я жду значит что-то лучшее чем я сейчас меня ожидает будущем то есть если она еще не пришло значит все самое лучшее будет будучи не знаю придумайте себе что-то какие-то девизы которые бы вас поддерживали в этом плане то есть ваша душа говорит будьте внимательны в плане того что здесь не нужны здесь не вопрос того что надо как-то откладывать а здесь вам нужно понять как раз таки вот ваши временные циклы что еще за последнее время до изменилась вашей жизни десятка пентаклей вот я говорю материальный мир он как-то изменился вашей жизни может быть финансовое положение ваше очень сильно изменилось может быть ваше семейное положение тоже как-то ваш статус тоже изменился стабильность ваша может быть тоже каким-то образом изменилась ваша размеренность то есть вам показываю здесь что по тройке жезлов до у вас открылись какие-то новые перспективы вот ведь весь расклад говорит о том что да что то изменилось действительно вашей жизни вашем материальном мире в как вы привыкли его жили до этого момента открылись новые горизонты но в новые горизонты вас не пускают вам как будто бы знаете не то чтобы вас дразнят а вам показывают эти перспективы говорят будет вот так вот так вот так но всему свое время и вот здесь вот вас учат сейчас на данный момент вот этому выражению всему свое время и вот почему потому что здесь такое ощущение что что-то внутри вас какие-то ваши качества должны измениться то есть вас не пускают не только потому что внешняя ситуация должна быть подходящей для реализации того что предначально для вас но еще и внутри вас вы как будто вы должны измениться что-то должно измениться внутри вас какие какие моменты не знаю какие качества должны измениться вас аркан влюбленных здесь выбора возможно вы должны научиться выбирать что-то да как правильно выбирать то есть что есть что кого я буду слушать до свой внутренний голос либо возможно внешние какие-то внешнюю среду да здесь как будто бы определиться нужно смотрите здесь девятка жезлов она все равно продолжает из расклада в расклад нам говорить о том что вы еще как будто бы идете с оглядкой в прошлое и вот здесь вот поэтому здесь знаете идет некое исцеление внутри вас трансформация очень медленная которая постепенно постепенно вычищает из вас ваши старые убеждения и до тех пор пока вот это вот старая не уйдет из вас хочется сказать да не очистится вы не сможете сделать выбор потому что выбор вы все равно будете делать на основе прошлого поэтому вам надо как-то очиститься от этого прошлого для того чтобы вы начали замечать что-то новое и процесс этот он поэтому и не быстро то есть вам чтобы вы руки не опустили вам показывает перспективу того что вас ожидает параллельно вам говорят что как бы вам сказать здесь такая ситуация очень напоминает болезнь да когда вот критические семьдесят два по-русски до семьдесят два по-русски иногда бывает так что не совсем понимаю на комминске я разговариваю пока не пройдут критические 72 часа а потом вот вроде бы идет облегчение до после трое суток там я не знаю гриппом либо еще чем-то какой-то простудой вот вы чувствуете себя уже намного лучше но вы еще не полны сил для того чтобы сказать что вот я полностью быстро и вот вы на этой волне что да я вроде бы я же чувствую себя лучше значит я могу что-то сделать там пойти на работу заняться каким-то делом но это неправильно то есть вам нужно еще немножечко там сутки двое побыть дома восстановиться и только потом двигаться а вывод как раз кино момент вот этого восстановления что-то хотите сделать а ресурсов вам не хватает почему потому что все силы они брошены на восстановление а вот если вы восстановились там ваши ресурсы они были бы вдвое больше на достижение вашей вашего желания то есть вот здесь об этом идет примерно речь поэтому ну подумайте подумать если что-то еще не получаете подумайте что вам внутри себя нужно изменить какие старые убеждения не дают вам вот этого вашего будущего до проявиться что то есть какие-то факторы которые мешают десятка жезлов говорит есть еще какие-то обязательства даты что-то вас еще держит в этом прошлом где-то кому-то есть какие-то долги которые вы должны отдать не только финансовые а я не знаю какие-то слова были даны вот какие-то обязательства были даны либо какая-то ответственность есть за кого-то вот здесь как будто бы надо завершить на здесь вопрос времени так это была третья позиция и вот такой расклад у меня был сегодня для вас троечки хочу поблагодарить всех еще раз за ваши лайки за вашу активность за то что вы остаетесь верные моему каналу и за вашу поддержку любовь мне очень очень приятно также за все вашего поздравления с новым годом и я хочу вам пожелать всего самого наилучшего оставайтесь всегда людьми и ставьте себя на первое место выбирайте себя выбирайте все самое самое лучшее и не соглашайтесь на меньше а я с вами прощаюсь всем пока пока